Наши уважаемые товарищи, напоминаю о том, что теоретические основы электротехники, их разработка закончилась в 1873 году. Выпуском трактата Максвелла об электричестве и магнетизме и с тех пор не сделано ничего, вообще ничего. Ну вот, уровни Максвелла, которыми мы пользуемся, оказались исключительно плодотворными. На них создана электротехника, радиотехника и много чего еще дополнительного. Тем не менее, время прошло, и сейчас становятся ясны многие недосчеты, которые в этих уровнях присутствуют, потому что они отражали определенную модель. Эта модель была несовершенна, хотя все-таки это была физически. Ну что такое? Не обращайте его, не обращайте его. Не могу, не обращайте его. Нет, нет, это не убийца с кинжалом. Ничего, ничего. Я стану грудью. С убийцами по-другому очень. А я с другую сторону. Так, пусть я, да? Вот, значит, короче говоря, так, что в уравнениях нашлось много недосчетов. Мало того, в самой теоретической основе электротехники, по которой написано сотни книг, они все переписывают друг друга, все. Никто ничего нового не вносит. А уж про физическую модель того же электричества мы здесь и разговаривать еще. Их просто не существует. Например, вот у нас имеет место теорема Гаусса. В этой теореме мы имеем вот такие замечательные формулы. Значит, вот, значит, интеграл D, смещение, то есть, D это эксилон на E. E это электрическая напряженность, равно Q. И отсюда D равно Q делен на 4P. R квадрат, откуда взялось 4P. И эти 4P... И эти 4P... Так, ну-ну-ну, где оно? Работает, работает, работает. Работает. Я не вижу, куда оно должно быть. Так вот, получается, здесь так. Вот здесь нет времени. И поэтому, если изменилось Q, то D изменяется мгновенно, на любом расстоянии. Так вытекает из этой формулы. Да, спасибо большое. Вот это другое дело. Так вытекает из этой формулы. Значит, вот, если вот эта Q изменилась, значит, вот здесь, вот эта самая D, изменится мгновенно после этого. Если это расстояние будет большим, то все равно на любом расстоянии, по этой формуле, оно будет неясно мгновенно. Но такого же не может быть. Не почему, а потому что здесь нет времени. Нет времени. Нет времени означает, что скорость сострадания бесконечно велика. У вас недержание, да? Я выведу вас из зала. Я не выведу вас из зала, но замечание будет мешать. Так, на самом деле, формула должна быть написана так. Время минус запаздывание, соответственно, здесь. Значит, но тогда, если Q меняется, соответственно, с запаздыванием меняется соответствующий D. И тогда никаких противоречий нет. Но этого нет. Так, уравнение Макселла, дивергенция D равно Ро. Вот это интегральное уравнение. А вот это дифференциальное. Вот Ро. Где это Ро? Вот мы выпускаем волну. Где это самое Ро? Если будет Ро, ну тогда другое дело. Но его же нет. Поэтому вообще реально, это дивергенция D равно нулю. И когда выводится дивергенция, вот уже из этого дела, то надо посмотреть, что при выводе дивергенции тоже отсутствует время. Тоже отсутствует имя. Но когда время туда вводится, как, значит, D, D деленное на C по DT, то тогда, значит, мы получаем динамическое уравнение. Вот оно, динамическое уравнение. Здесь вот это вектор и вот это вектор. И меня упрекали все время, что вектора друг на друга не делятся. Неправда. А, кажется, есть частный случай, когда они делятся. Тогда, когда эти вектора коллинеарны. То есть они строго лежат в одном направлении. Факт деления говорит прямо о том, что вектора коллинеарны. И тогда, пожалуйста, когда мы решаем вот это уравнение, мы как раз и получаем вот эти самые решения. Но тогда получается у нас следующее. Что нам говорят, что одиночный заряд не может пульсировать. Надо просто доведить провода, там генератор и все такое. Не может. Но если мы возьмем два заряда, а между ними генератор, который сюда дает плюс, сюда минус, потом сюда дает минус, сюда плюс, то тогда, пожалуйста, а потом по принципу суперпозиции мы их можем, так сказать, рассматривать отдельно друг от друга. Ну и тогда появляется возможность уже складывать с учетом запаздывания. Значит, вот когда здесь плюс, это идет от заряда, предположим. А здесь минус, это идет от заряда. Вот свое служение. И все получается на месте. Дальше. Вот здесь показано, что если мы построим деполь со средоточенными параметрами, а в радиотехнике деполи со средоточенными параметрами не используются, там только деполи со распределенными параметрами, то здесь, если мы вот это расстояние подберем равное пол длины волны в среде, тогда получается так, что если среда сплошная, то сюда идет убывание пропорциональною кубу, а вдоль здесь идет основное напряжение пропорциональною к квадрату. А обратно пропорциональною к квадрату стоит. На самом деле и этого нет, потому что, значит, в пресной воде так оно все есть. А в морской среде все распространение идет в поверхностном слое, что было установлено нами, так сказать, проведя некоторое количество экспедиций. Значит, на частоте 1 МГц у нас длина волны по сравнению с воздухом сокращается в корень из эпсилон. То есть в воздухе, если на 1 МГц длина волны 300 метров, то в воде это будет 17 метров, а длина пополам, это будет, соответственно, там, скажем, 9 метров. И основная идет сюда. Значит, нами было проведено, во-первых, испытание в лабораторию, вот здесь оно показано. Значит, в пресной воде и на море мы получили достаточно узкую направленность, потому что был случай, когда электроды поставили не в направлении приемника, и приема не было, а когда развернули, то прием пошел, значит, на частоте 1 МГц, вот пирс, с которым мы работали, с которым мы предъявляли комиссии, значит, результаты. Значит, параметры такие, здесь, может быть, даже написано. Ну, вот они здесь есть. Значит, здесь генератор был на 400 Вт, питание аккумуляторное, значит, частота излучения, значит, 1 МГц, частота модуляции 1 кГц, и то, и другой меандр, но, значит, там были трудности с сопряжением, и предупреждаю всех, кто работает на воде, что полученные результаты на пресной воде не означают, что будут получены такие же результаты на морской воде, потому что морская вода имеет проводимость в тысячу, даже несколько тысяч раз более высокую, чем пресная вода. Когда мы на Москва-реке имели передачи на 3 МГц, на 15 километров, с модуляцией голосом, и все было замечательно, то на морской воде мы не получили ничего, и пришлось потратить несколько выездок, для того, чтобы просто понять, что происходит. Кого заинтересует это дело, что там, мы все сделали, и предъявили комиссию все это хозяйство на 10 километрах, сами брали на 20 километрах, но на самом деле аппаратура была существенно недоиспользована, и, значит, я думаю, что мы перекрывали все море, все Черное море, потому что американцы нам однажды поставили помеху из Синопа, и, значит, ну, мы умылись, конечно, с этим, но, по крайней мере, показали, что, значит, это реально. Но есть еще одна вещь, которая, к сожалению, на полоказа сюда не вошла, а здесь еще токи растекания, что если, значит, вот токи растекания, вот все то же самое, но основное здесь, если вы построили диполь, у вас основные потери будут здесь. Если вы воткнули сюда изолятор, ну, например, в виде молла, значит, или любым другим способом, то тогда ближняя зона исключается, и у вас все уходит в дальнюю зону. Интересно то, что сопротивление, так сказать, излучения, здесь не меняется, ну, сколько-нибудь заметно. Значит, а вот это потери. Вот это потери. Вот это потери. Чем меньше радиус, чем меньше площадь излучения, тем больше потери. И некоторые подводники мне рассказали, что вот тут нам рассказывается, у нас вода вокруг электродов кипела. Кипела вода. Понимаете? И тогда, значит, это самое, вот у нас ничего не получилось. Правильно. Если поставлена задача скипятить океан, ну, тогда, значит, так оно и будет. Значит, потому что вот как потери зависит от площади. Значит, чем больше площади, тем меньше будут здесь потери. И поэтому это обстоятельство надо было просто знать для того, чтобы учиться. Ну, ребята, значит, не узнали. Оказалось, что вглубь вода идет в тот, чем в соответствии с Максовским выражением. Значит, скин-эффект. для Мегагерца на солености в Черном море это оказалось примерно 2,5-3 метра. Вот тут ничего не идет и глубже ничего не идет. Но мы надеемся, что, значит, глубь прошло. Ну, сейчас найдем некоторые варианты, когда, может быть, удастся это дело так сказать, сбежать. Но так или иначе, сейчас интерес к этому снова проявили. Вот мы с Хамелеон, на котором мы работали, в нем есть дырка. Значит, тунель сквозной. Значит, туда заточили электроды, аппаратуру там и так далее. Спустили по бокам электроды. Значит, электроды были по одному квадратному метре ниже веки и так далее. А вот это Синоп, откуда мне поставили помеху однажды. Вычислили очень быстро. Значит, сплошной засветкой. А вот это, значит, Панамский канал, который имеет, значит, здесь изоляторы, которые исключают ближнюю зону. Здесь примерно 68 километров воды, остальное, так сказать, вот широкая вода. Здесь примерно то же самое. И поэтому это исключительно выгодное место для того, чтобы здесь расположить станции токов растекания. Значит, здесь на высоких частотах номер, наверное, все-таки не пройдет. Но, начиная с килогерца и ниже, уже работать можно. Ну вот это вообще первая часть. И вторая часть. Вторая часть заключается так, извините, пожалуйста. А, вот. А, черного нет? Да нет, вот там синий берег. Сочи или что ли? Синий, синий берег. Синий. Ну, взял синий. Понимаете, какая история? Аналоги, значит, получается так, что вот, когда мы имеем два, значит, вот такую штуку, то основная идет сюда. Сюда тоже идет маленькая. излучение. Но, когда мы имеем проводник, то возникает вопрос, как от него распространяется магнитное поле? Оно распространяется вот так. Значит, получается так, что у вас вот есть идет вот магнитное поле, а идет оно вот сюда. И вот оно действует на другой проводник. Возникает вопрос, как посчитать взаимоиндексуя проводников? Ответ. Науке это неизвестно. Нету такого понятия взаимоиндукции проводников в теоретической электротехнике. Нету. Взаимоиндукции контуров есть, а взаимоиндукции проводников нет. Значит, диполь, не диполь, вот рамка. Вот фарадеевое, так сказать, магнитное поле. Значит, вот здесь стоит магнит, соответствующий, там, с этими самыми, значит, с проводами. Значит, здесь вот переменный ток подается, магнитное поле пульсирует, здесь на вольце ДСЕ равно минус там ДФПДТ, ДФПДТ, значит, и все в порядке. Но такого процесса в природе нет. Вообще нет. Мы привыкли к тому, что оно пульсирует вот так, на самом-то деле оно совсем не так пульсирует, а получается так, что вот отчуда возникает магнитное поле и с этой стороны возникает магнитное поле. И они сходятся сюда, пересекая вот эти приводы. Тогда все становится на место. Но когда мы начинаем интересоваться, что вот будет в двух рамках, когда вот здесь есть, значит, источник, вот здесь есть, значит, другая рамка, здесь у вас есть приемник, и начинаем менять вот эти отношения, вот это Д, а вот это, скажем, H, одинаковые здесь и здесь. То получается так, что по классике, что написано во всех учебниках, расчет идет так, вот отсюда, засовывается сюда, берется интеграл вот здесь, и мы получаем, если мы начнем отодвигать вот эти крайние, получается вот такой график в логарифмическую бесконечность. Это так написано во всех учебниках. По эфирной динамике совсем процесс идет не так. Волна идет сюда, пересекает этот проводник, и ослабляясь по закону полного тока, пересекает этот проводник. Здесь возникает большая ЭДС, а здесь маленькая. Обратно по профессионалу этому. И здесь получается вот такая штука. Значит, здесь HD равно вот здесь. Разница в 4 раза. В 4 раза. Никакие там 5%. Все измерительные, измеренные значения легли сюда. Вот сюда они легли. То есть на эфиродинамическую, это самое. А они на, так сказать, теоретически вычисленную. Все желающие эксперименты, я поставил десяток разных экспериментов в лаборатории, потому что все они просты. Их может поставить любой школьник. Что я и рекомендовал бы повторить, хотя бы, для того, чтобы понять, что здесь делается. Разница заключалась только вот здесь. Вот маленький кусочек. Что говорило о сжимаемости магнитного поля. И мы отдельно поставили эксперимент. Будет гипербола или не будет? Будет. При очень малых токах. Значит, вот у нас должна быть гипербола здесь. Значит, это самое. Ну, окажется, она не гипербола. Она, окажется, вот так идет. Выше гиперболы. И чем больше ток, тем относительная величина идет выше. Но если вы уходите в область малых напряженностей, она все ближе, ближе, ближе к гиперболе. Поэтому мы подтвердили еще сжимаемость магнитного поля. Что из эфир-динамики вытекает непосредственно. Поскольку эфир сжимаем, то, соответственно, мы получаем это дело. Что отсюда получилось? Отсюда получилось, что мы перемерили все бортовые провода, какие были в нашем распоряжении. Их было довольно много. Даже провод притащили один. Это для меня было неожиданно, каким образом он попал. Вот помните, может быть, самый корейский самолет сбили в районе Петрозаводска. Уже давно довольно было. Значит, оттуда притащили провод длиной 30 метров. Оказалось, что он по характеристикам все-таки лучше наших. Ну, хотя так-то несущественно. И, значит, в результате обнаружили следующее. Что если вот здесь провод, источник наводки, а источником наводки является любой проводник, присоединенный хотя бы одним концом к источнику питания. Хотя бы одним концом. То здесь надо различать изменение напряжения и надо различать изменение тока. Если изменение напряжения, это означает, что тока нет, а только напряжение меняется, а импульсы здесь могут быть до 600 вольт по нормам, то тогда вот на этом проводнике возникает помеха соответствующая. Ее можно легко исключить, если вы провод засунете в экран. Этот экран заземлите с двух сторон. Но если у вас меняется не напряжение, а меняется ток, тогда все наоборот. Напряжение может быть маленькое, а ток будет большой. И тоже возникает именно такого же импульса. Тогда его нельзя экранировать ни с чем. Потому что экран медный, и так все это хозяйство проникает сюда насквозь. На этом основании были выработаны рекомендации, как надо строить линии связи, потому что линии связи информационные, лежат в одном жгуте с линиями энергетическими, по которым передается основная энергия. Изолировать их друг от друга невозможно, разнести их друг от друга невозможно. И тогда было найдено простое решение. Делается бифиляр. Сюда подается сигнал дифференциально, и отсюда снимается сигнал тоже дифференциально. Вот таким образом. И тогда здесь наводится наводка, и здесь наводится такая же наводка. По контуру они вычитаются. И хотя мы написали в гости, что это 15 вольт, на самом деле мы проверяли дело до 100 вольт, можно и выше. Так сказать, это безбойная система работает. А для того, чтобы под помеху оно поворачивалось так симметрично, их надо перепрессить. Вот говорят, что скрутка делает. Скрутка сама по себе ничего не делает. Американцы введут в своих книг и проявили исключительную безграмотность. Должна быть симметрия. Они берут один конец и земляют сюда. Симметрия сразу нарушена. Вот это все хозяйство вошло в ГОС 18-977-73. В 79-м году это было перевыпущено. Американцы примерно в 79-м году у нас все это дело передрали. И теперь это называется А-ринг 429-м. Здесь еще есть плюс РТМ, руководящий технический материал. 14-95-м. 14-95-м. В котором уже даны все рекомендации по тому, какие коды передавать, как строить слово там и так далее. И сидят в области пилотажного навигационного оборудования вся российская авиация и вся американская авиация и вообще вся мировая авиация сидит вот на этом документе, который вышел вот отсюда. Причем сюда мы передали сознательно, понимая, что значит у нас внедрение будет затруднено, если за рубежом этого не будет. Ну, посоветовались, посовещались. Значит, были у французов, передали французам, французы обещали довести до сегодня. Что и произошло буквально очень быстро после этого. Значит, этого дела будет соответствующее уравнение уже немножко не такое, как я нарисовал, а вот оно будет таким образом. Значит, дивергенция градиента B плюс D значит, D D сейчас, один шуночком. Да, D градиент B на C по DT могу набрать на ходу. Равно нулю. Хотя, и с этого соответствует дивергенция B равно нулю. Но дивергенция B равно нулю не отражает процесса. А вот градиент B отражает. Размеры здесь все на месте, так сказать, можно не беспокоиться на этот счет. Вот. И, значит, таким образом мы вводим в уравнение Максвелла динамику. И получали два результата от этого дела. Продольное распространение в морской воде, с чем, так сказать, американцы справились. У них был такой инженер Минто. Он недавно только стал появляться. Начинали мы работу абсолютно в один год. Ну, так получилось. Вот. И, значит, это самое научились, экранировались, значит, учли внешние помехи в связях. И за 40 лет существования наших связей, которые сейчас действуют так же, мы не получили ни единого сбоя. У меня все. Вы могли бы написать продольную компоненту и поперечную? Как они вместе комбинируются? Значит, нормально. Я извиняюсь. Вы все, Владимир Владимирович? Да. Так, ладно. Я тут захочу. Таких вам вопросов. Так, еще раз повторите. Вы могли бы в одной системе представить продольную и поперечную компоненту электромагнитного из-за чего? Ну, понимаете, рисовать это дело, так сказать, занятие трудное. А вот так вот у нас идет В, Е, H. Это нормальная радиоволна. Здесь идет Е, В, H. Вот и все. А это никак. Позвольте. Это никак. Владимир Владимирович, одно концептуальное замечание. У вас была такая ремарка, что если нет времени, это значит, что скорость бесконечно велика. Я считаю, что это неверно. Если нет времени, позвольте мне закончить свою мысль. Если нет времени, значит, говорить о скорости нет вообще возможности. Скорости нет по определению, если нет времени. Ну, молодец. Он закончит. Вопрос потом... Вы меня не перебивайте, пожалуйста. Если нет скорости, значит, нет времени. Это ошибка, что скорость бесконечно велика, если нет времени. Ваша ошибка. Благодарю вас. Это не ошибка, это не доразумение, которое вы не поняли. Значит, речь еще о том, что вот у вас Т, вот минус Р, деленный на С. Выгодно. Р деленный на С. Если у вас эта скорость бесконечна, тогда вот этот член пропадает, а это Т. И тогда вот Д от Т, соответственно, будет Ку от Т. Они идут одновременно. Скорость бесконечна. Это запаздывающий потенциал, который обязан быть. А если его нет, вот это и есть ошибка. А вы ее просто не поняли. Больше ничего. Так, еще. Коля. Еще раз. Потенциалы Леонара Дихерта. Запаздывающие. Чего? Ничего не могу сказать. Это не вопрос. Да так. Нет, минуточку, вы мне задаете вопрос. Вы говорите, что никто не разрабатывал этих тем. Чего? А вот Леонар и Викер сделали эти запазы. Я думаю, что вы сделали нам надо сообщение и я с удовольствием буду послушать. У меня другая тема сегодня. Так, давайте дальше. Все? Вопросов нет? Нет. Это все рассекречено, да? Понимаете, какая история? Это все рассекречено. Я думал, что это не имеет никакого значения и поэтому в книгах, которые и здесь были, и на дисках все это дело есть. Ну вот. Ну, понимаете-ка историю. Значит, пусть уже ушел. Поэтому, понимаете, ни одного замечания по секретности я здесь не получал никогда. С исключением проекта и функции. Коля, вон человек стоит уже. Не подискутируйте на обеде за тарелкой борща. Да. холодного. Холодного. Очень вкусно, кстати. Можно ли я вернуться к слайду, где написано формула для дивергенции вектора? D. Дивергенция D. Давайте попробуем. Попробуем. Слайдю, слайдю, слайдю. Давайте слайдю. 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 Ну, значит, как выводится дивергенция? Сейчас, дадуми. Ну, слайдю. Как она выводится? Вот, есть объем. Ладно. Вот сюда вошла D. Отсюда вылезла D. Плюс. Я понимаю, что такое дивергенция. Вы мне формулу покажите, которую вы написали. Ну, вначале вы ее показали. Сейчас покажу. Подожди, сейчас покажу. Значит, здесь плюс D, значит, D по DX на DX, на DX, ну и так далее. А вот здесь не хватает чего? Значит, не хватает, значит, D, D по DT на DT. На DT. Здесь, так, с вашего разрешения, значит, да, здесь вот С. Вот чего не хватает. А когда вы все это, вот это отчуда, отчуда выбрасываете, вот это у вас остается дивергенция. Но только дивергенция вот эта, как мы приняли. А вот этого, конечно, нету. Потому что, раз мы по времени даем производные, то есть, по перестанции даем производные, мы и по времени должны были дать производные. А ее нету. А в результате получается так. Значит, дивергенция D, значит, значит, не так, не так, плюс D на C, вот так, чтобы было, значит, по DT, вот это и будет равно нулю, ну, если хотите, ρ. Ну, ρ давайте напишем. Нету там ρ. Ну, вот, значит, вот, меня все время упрекали в том, что вектор делится на вектор. Я еще раз говорю, что есть один случай, единственный, о котором все забыли, что делить вектора можно, если они коллинеарны. И тогда у вас получается динамическое уравнение дифференциальное первой степени. Я вообще предполагаю, что это не доведено до конца, но буду стараться, будем стараться. Значит, что первые два уравнения Максвелла оказываются лишними, потому что вот есть два процесса, передача электрического поля и передача магнитного поля. И то, и другое описывается уравнением первой степени. Вот это надо довести до конца. Потому что, что мы сделаем с первым и вторым уровнем Максвелла? Мы их всегда сворачиваем, минуточку, мы их всегда сворачиваем, получаем два решения, и одно решение тут же отправляем в ноль, как несоответствующий физически. И тогда зачем вторая степень? Вот здесь можно попытаться попробовать, не доведено дело, можно попытаться попробовать, все на двух уравнениях, там с Милошевкой всякой, когда они будут отражать процесс, процесс электрический, процесс магнитный, а больше у нас ничего нет. Простите, пожалуйста, вы сейчас с кем вас говорите? С вами? Я смогу показать эту формулу на слайде, вы что-то не показываете. Давайте покажем. Меня тут между прочим, отключили? Нет. Ну да? Вы здесь. Да нет, нет. В делах. Ну, не знаю, вот. Ну, подождите. Какую папку открывали? Не знаю. Нет. У меня была своя папка, которую открывали ребята, которые там не ебали. Ну, месяца. Сейчас покажу. Давайте. Молодчик, за ней все. 1090. Не понял. А, так, 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 так. Это вчера. Нет, это не та. Это вчера. Вчера. Так. Закрывай. Нет, 5... Так, сейчас... Закрывай ты. Подождите, подождите, подождите. 25 тысяч за квадратный метр. Это здесь. Так. 25 тысяч рублей за квадратный метр. Это оно? Да. Ну вот. 290. 290. Мне кажется, что дивергенция вектора, это плотность источников. Она характеризует... Да. Просто в точке. Она... И расхождение. Ну, правильно. Ну, это практически какого-то заряда, плотности заряда здесь. Не знаю. Может быть. А где расположена сфера? Это никого не волнует. Куда действительно за опозданием пойдет? И правильно ваша первая формула, формула, она верна, действительно, динамическая форма для... Вот первое... Она не противоречит Максуловну, она ее существенно добавляет.